Здравствуйте! Вашему вниманию экспресс выпуск из серии роликов по изучению компьютерных вирусов. На этот раз остановимся на троянских программах, а именно на их подклассе под названием Spyware, то есть троянцев-шпионов, которые очень часто любят выделять маркетологи в виде какой-то отдельной категории и писать, что якобы защита от вирусов, троянских программ и шпионов. В центре внимания окажется попадавшая уже не один раз в заголовке статей шпионская программа под названием Carberp, а если произносить ее на английском языке, то она будет звучать несколько по-другому, как K-BEP, но я буду произносить название с буквами R, так как мне удобнее, так что заранее извините за мой английский язык. Неоднократно поднимался такой вопрос о маскировке вредоносных программ под какие-либо системные процессы, системные файлы. И на протяжении долгого времени, большого промежутка, подписчики канала задавали один и тот же вопрос, а может ли процесс под названием SVC Host, который постоянно запущен в активных процессах и представляет собой главный процесс для служб, запущенных из динамических библиотек, то есть HostProcess Windows, на самом деле представляет собой замаскированную вредоносную программу. И сегодня на примере шпионского вредоносного кода Carberp мы посмотрим, как это выглядит на практике. Потому что действительно такое происходит. Нередко вредоносные программы для того, чтобы как можно дольше оставаться незамеченными в системе, маскируются под те или иные системные процессы, наиболее популярные. Ну, например, следующий процесс, под который, например, маскировался шифровальщик Shade. И особенно любим, скажем так, многими червями, например, знаменитым червем Кида, также известным как Confiker, непосредственно сам HostProcess Windows, под который нередко происходит маскировка. Отвечая из раза в раз на один и тот же вопрос, я всегда говорил, смотрите, от кого этот процесс запущен. Потому что настоящий легитимный системный процесс должен быть запущен из папки System32, там, где находится системное ядро. И второй момент, он должен быть запущен от имени системы. SVC Host от имени вашей учетной записи, вот как, например, Chrome сейчас запущен от администратора, то есть от моей учетной записи, быть запущенным не может. На рабочем столе сейчас находится сэмпл. Он ничего интересного не представляет визуально, никакого доверия не вызывает. Предлагаю сразу проверить его на сервисе VirusTotal. Шпионские программы, которым сегодня уделим мы с вами внимание, делятся на совершенно разные по своей специализации вирусы. Это и Trojan Spy, то есть чистые шпионские программы, и Trojan PSV, что расшифровывается как Password Steelware, то есть троянские программы, которые занимаются специализированной кражей паролей. Trojan Clicker, троянские программы, которые перехватывают данные, вводимые с клавиатуры, и отслеживают ту информацию, которая вводится с клавиатуры. Ну и в простонародье более известные как Keylogger, это тоже своего рода вредоносные программы, которые могут так или иначе контролировать ту информацию, которую вы вводите непосредственно с клавиатуры. И отправив этот сэмпл на VirusTotal, мы видим, здесь действительно встречается известное, нашумевшее слово, которое я не совсем правильно читаю, как Carberp, и относит этот троянский код, эту троянскую программу именно к категории Spy, то есть чистый троянец-шпион, который занимается исключительно шпионажем. Вообще, под шпионажем можно подразумевать многое, это и шпионаж по веб-камере, и кража каких-то данных и перехват какой-либо информации. В принципе, если говорить про другой класс троянских программ под названием Backdoor, то их косвенно можно точно так же относить к шпионским программам, к Spyware, потому что они предоставляют удаленное управление злоумышленнику к скомпрометированной системе. И это можно точно так же посчитать неким вторжением, неким перехватом своего рода шпионской активностью, своего рода слежкой, потому что нередко через Backdoor злоумышленники точно так же наблюдают за тем, что вы делаете, буквально видят ваш экран и могут управлять вашей системой. Например, если мы возьмем Detect лаборатории Данилова, видим, что здесь в общем-то все понятно, что это действительно шпионская программа, а шпионских программ понятное дело точно так же, как и любых других вредоносных программ существует очень много, некоторые мы видим считают его как PSV, то есть троянскую программу, которая крадет пароли. в принципе видим, что здесь действительно понятно по большинству Detect что это действительно Carver. И за большой промежуток времени известно множество шпионов, множество троянских программ шпионов, например, знаменитый ZEVS, который сделал очень много для того, чтобы остаться в истории. Собственно говоря, сам Carverbe, который мы сегодня изучим, является его последователем и отчасти использует те методы, которые стал использовать в свое время ZEVS. и знаменитый SpyEyes с Бот тот же самый Detect с указанием на которого мы увидели сейчас тоже на VirusTotal. Ну, на самом деле понятно, это не ZEVS, это действительно шпион Carverbe. Первая отправка была аж 5,5 лет назад. Сэмпл достаточно старый. Много информации о нем можно найти на сайтах вендоров вирусной библиотеки, например. Понятно, что он нацелен на банковскую инфраструктуру, на электронную коммерцию, на торговые площадки. И этот шпионаж действительно не ограничивался тем, чтобы следить за чем-то Carverbe за несколько лет своего существования был известен тем, что вел себя агрессивно, выгружал некоторые антивирусные программы, и даже последние модификации внедряли код в код легитимных программ, похищал информацию конфиденциальную, в том числе связанную с телеметрией, с информацией о зараженной системе, и много статей в свое время о нем было написано. Разные модификации были известны. И тот же самый доктор Веб, лаборатория Данилова, многое про него писала, можете дополнительно поставить на паузу, и если вы интересуетесь юрисологией компьютерной, то можете дополнительно почитать более подробно о том, что он из себя представляет. Но он является последователем знаменитого шпиона Зевса. Появлялся он неоднократно, при этом, например, если руководствоваться базами сигнатуры компании Симонтек, то одна из первых его модификаций появилась в 2010 году. Видим, какую информацию он искал, что похищал, пытался обезвредить следующие антивирусные программы, то есть некоторые его вариации вели себя агрессивно. Но была статья в частности о том, что наконец создатели этого вируса посадили, они оказались за решеткой, получили соответствующее наказание за вирус описательства, но судя по тому, что уже в 2017 году, то есть на текущий момент продолжают появляться его новые модификации, вот, например, по информации той же компании Симонтек есть модификация и она уже далеко не самая первая и за 7 лет троянец не переставал совершенствоваться, видоизменяться и продолжали выходить его новые модификации. Поэтому не зная как там и кого посадили, видимо, может быть посадили только часть тех, кто занимался вирусописательством, участвовал так сказать в разработке этого шпиона. Но на сайте разных вендоров на протяжении вот этого периода, начиная с 2010 по 2017 годы включительно информация о нем активно писалась. Был замешан этот троянец в частности и на межгосударственном уровне, то есть шпионил за какой-то такой конфиденциальной информацией, а возможно даже использовался в политизированных целях, и этого было достаточно, чтобы он остался в истории. я обращу ваше внимание сейчас на папку CisWOW64, так как это система 64-битная Windows 7, здесь еще есть следующая папка CisWOW64, и она представляет собой набор библиотек для запуска 32-битных приложений. Соответственно, на 32-битной операционной системе такой папки не будет, но на 64-битной, чтобы обеспечивать полную совместимость 32-битными приложениями, чтобы они работали в том числе и на 64-битных операционных системах Windows, эта папка есть. И здесь вот есть такой вот файлик, я сейчас обращу ваше внимание на него, чтобы вы посмотрели на его содержимое, это абсолютно чистый регитимный файл, он тоже представляет собой хост-процесс для служб Windows, то есть сам вот этот файлик svc-хост системный, он не только в папке System32 встречается, и чуть позже вы поймете зачем я вам это сейчас наперед показал. Также папка Temp у меня открыта, нам тоже стоит в нее заглянуть. Что ж, приступим к запуску Троянца Шпиона, понаблюдаем за его активностью, что он будет делать в системе после его инициализации, после его запуска, понаблюдаем за ним с помощью программы Total Install, чтобы отслеживать ту деятельность, которую он совершает в системе с момента запуска, создадим новый снимок системы и сравним его, как обычно, с тем состоянием, которое станет после запуска Троянской программы. Снимок чистого состояния системы успешно сделан. Запустим тот самый файл, который я вам уже показал. Это файл с расширением .exe, исполняемый файл, будьте осторожны при работе с такими файлами, но сам по себе он не представляет что-то интересное, что-то необычное, изощренное, а все самое интересное будет происходить прямо сейчас. Запустим этот файл сомнительный, срабатывает система безопасности операционной системы Windows, несмотря на то, что в экспериментальных целях все защитные средства были отключены. Запустим сэмпл и видим, что буквально доля секунды и ничего инородного на первый взгляд в системе мы не видим. Но появляются два тех самых злополучных svc-host, о которых я сейчас говорил, и они себя пытаются зарекомендовать как системные и действительно, обратите внимание, в Kill Switch они помечены как сейв, то есть безопасные, есть и издатель Microsoft Windows, все как положено, описание такое же, как у легитимных системных процессов, хост-процесс, и все у нас вроде как нормально. Но на самом деле вы уже догадались, что таким образом вирус маскируется под системные процессы, дабы оставаться незамеченными. И даже если мы переместимся в ту директорию, где этот файл запущен, под которым он маскируется, нас снова перебросит в ту же самую папку, которую я вам только что показывал. И тот самый файл вполне настоящий, легитимный, системный, который используется системой, является ее частью, и он действительно ничего страшного не представляет, не несет никакой опасности. Соответственно, можно ошибочно предположить, что все нормально, раз эти файлы запущены, мы переместились в каталог, где они находятся, и ничего критичного, ничего не случилось. Но другое дело, странно, что программа не запустилась, мы не увидели ее какого-то интерфейса, ну, понятно, что на самом деле-то она запустилась, но рядовой пользователь ничего не увидит. При этом, конечно, это сейчас мы отслеживали сразу процесс запуска, и смогли запечатлеть вот этот момент, буквально доля секунды, когда прошмыгнул этот экзешник, и появились эти процессы. На самом деле, если это произошло незаметно, вы 90%, что этого не заметите, запустите какую-то программу, не обратите внимание на активные процессы, или она будет подгружена другой вредоносной программой, если ваша система уже была заражена. Соответственно, этот момент вы отследить вряд ли сможете, это нужно вот именно вот так мониторить, ну, а заниматься таким мониторингом, ясное дело, никто не будет. Отправляя файл на virus.total, мы видим, что никто не определяет его как вредоносно, есть подтверждение официальное, что этот файл принадлежит компанию Microsoft Corporation, то есть является системным, и ни один из вендоров его, естественно, не определяет, здесь все замечательно и хорошо, но вот такие вот вирусы, которые маскируются под системные процессы, делают вот такое перенаправление на легитимный системный файл, якобы это он запущен, маскируются таким образом под него, они некоторых пользователей и даже тех, кто изучает вирусы более продвинутых, вводят в замешательство, в связи с чем мы видим такой вот парадокс, такое противоречие и на virus.total большинство людей, то есть больше половины всех голосующих проголосовали за то, что этот файл опасный, хотя мы сами видели, что он абсолютно нормальный, никто его не определяет и есть подтверждение официальное на сервисе virus.total и в комментариях, если вы посмотрите, поставите на паузу, почитайте чуть подробнее, здесь идут споры о том, что же это такое, кто-то говорит, что это goodware, то есть хорошая программа, а кто-то продолжает спорить и говорить, что это что-то подозрительное, что-то опасное, что-то нехорошее, то есть видим даже вот есть люди, которые уверены в том, что это что-то нехорошее, но все-таки если вот посмотреть на эту большую дискуссию в комментариях к странице с проверкой этого легитимного системного файла, то здесь все-таки есть те, кто правы, те, кто не заблуждаются и действительно они пишут, что файл все-таки goodware, safe, безопасный, но как говорится, сколько людей, столько мнений и многие ошибочные говорят, что нет, этот файл опасный и он связан с заражением. На самом деле понятно, что системные легитимные файлы никакого отношения к вирусу не имеют и вирус их вот так вот можно сказать подставляет, перенаправляет вас на них и маскируется под них таким вот образом, но от этого системные файлы не перестают быть безопасными, легитимными, но вот этот спор, он конечно вводит в замешательство, а вот это голосование, оно тем более во многом может сбить с толку просто-напросто и это свидетельствует о том, что не один только карберп маскируется под системные процессы, я назвал вам уже например червя конфайгер, который занимался точно такой же деятельностью, будьте внимательны, и то самое отличие, ключевое, о котором я вам сказал чуть раньше, этот SVC-хост он запущен от администратора, вот этот вот ключевой момент, который выдает этот вирус, в остальном же визуально и даже если попытаться переместиться в папку, как мы с вами убедились, ничего никаких сомнений, подозрений, что этот файл как-то связан с чем-то вредоносным не возникает, и вот только тот момент, от кого он запущен, он здесь является ключевым, впрочем, если запустить тот же самый диспетчер задач, то мы увидим здесь, что достаточно ограничиваться и самим таск-менеджером, то есть диспетчером задачи системным, который есть изначально, и здесь в открытую точно так же написано, вот смотрите, это настоящая связи хост, вот они все идут, система, локал сервис, нетворк сервис, все, соответственно, службы, а чуть ниже визуально все то же самое, но висят два системных, казалось бы, процесса, но под которые маскируются троянец, шпион, карберк, посмотрим, если у нас что-то в папке темп, появился здесь вот такой вот файлик, достаточно интересный, подробной информации о нем никакой нет, то есть у него расширение TMP, отправим его на VirusTotal, как правило TMP не является подлинным расширением, а на самом деле таким образом, дабы обойти защитные средства, вирусы подменяют расширение и маскируют те другие вредоносные программы, которые они подкачивают подменой вот расширения какого-то например исполняемого файла на расширение TMP, то есть временного файла, который якобы опасности не несет, и отправив его на VirusTotal, мы снова попадаем на страницу с проверкой и снова видим карберб, который пока я здесь с вами разговариваю, продолжает в системе свою бурную деятельность и уже что-то скачивает. И здесь право компания Microsoft, говоря о том, что это все-таки донлодер, ну или во всяком случае дропер, потому что занимается он тем, что множит в системе какие-то другие вредоносные программы. Если мы посмотрим, то явной сетевой активности мы наблюдать не будем по тому же KillSwitch, то есть в сеть этот вредонос как таковой не обращается, но это не мешает быть ему тем же дропером, то есть после инициализации в систему дропать в какие-то временные каталоги или куда-то еще сопутствующие вредоносные программы, ну или свои дополнительно еще тела, которые тоже задействованы в процессе заражения, в данном случае в процессе спионажа, и здесь нет никаких сомнений, что это действительно троянец шпион, и он продолжает свою гуртную деятельность на данный момент, и вот так вот тихонечко активно запущен, так что и в KillSwitch ничего не видно, даже в расширении для диспетчера сдач, ну а в диспетчере задач тем более ничего особо не заметно, за исключением вот того ключевого момента о том, от кого все-таки этот якобы системный процесс запущен. Итак, настало время сверить два снимка, что было до запуска и стало после, и посмотреть какие изменения в системе были произведены после запуска, после инициализации вируса, была создана вот такая вот папочка инф файл с решением инф часто этот троянец шпион помечает файлы атрибутом скрытой, то есть делает их скрытыми от пользователей, у которых не включено отображение скрытых системных файлов, соответственно скрытых папок, делается это в панели управления, в параметрах папок, можете посмотреть соответственно где это происходит, если говорить например про Windows 7, то идем в параметры папок, и чтобы нам увидеть скрытые каталоги, в том числе и временной каталог обдата локал темп, нам нужно вот здесь на скрытые файлы и папки поставить показывать и скрывать защищенные системные файлы, снимать нужную галочку тогда вы будете видеть абсолютно все что происходит чтобы скрывать следы своей деятельности Carberp как мы с вами уже поняли может устанавливать атрибуты скрытые была вот такая вот папка еще создана но она пока что еще остается пустой и есть незначительные изменения в реестре в том числе и связанные с ассоциациями файлов с расширением TMP это вот тоже явно деятельность вредоносной программы есть изменения и по ветвь реестра интернет сеттингс настройки сети был создан ключ ну а дальше все что вот здесь мы уже видим с вами это кэш хрома это уже связано с тем что я открывал google chrome использовал его для того чтобы вам накрывать сайт из технической информации о данном вредоносе но ключевое я вам показал что вирус а вернее троянец шпион карберп работает из временного каталога из папки темп с той самой темпшки которую он дропает после запуска и создает вот такой вот инфайл в корне системного диска в принципе мы можем посмотреть что папка это кстати говоря не скрытая вот этот файл тоже в принципе отображается но он ничего не весит и защищен в связи с тем что он используется на данный момент то есть мы не можем его так просто например просканировать но это все связано с деятельностью самого троянца проведем контрольный анализ посмотрим что покажут сканеры вот что выяснилось по итогам проверки в автозапуск как вы поняли никаких ключей в явном виде троянец шпион не создает себя он вот так вот каким-то классическим образом не прописывает и вот вам доказательства в пользу того что карберп ведет себя вполне агрессивно вот что происходит со сканером малой рыбается антимауэр при попытке запустить ту же полную проверку начинается этап подготовка к проверке и тут же она завершается и проверены объекты с 0 то есть характерно для сканера mbam когда он либо чем-то заражен либо чем-то блокируется в данном случае в связи с тем что у нас до сих пор активен сам троянец вот его два процесса хорошо видно в том же диспетчере задач в связи с этим провериться например сканером mbam не представляется возможным некоторые модификации троянской программы изменяли настройки сети включая или перенастраивая прокси сервер что ясное дело тоже препятствовало полноценной работе антивирусного пола которое даже если было установлено то в такой ситуации мало что могло сделать по хитману про вот эта тмпшка как раз видим что ее определяют вендоры сигнатурно мы ее проверяли с вами по вайлс тотал и тушка которая лежит на рабочем столе сам сэмпл исходный более ничего в системе не обнаружено пока что на данный момент зимана антималвейр вообще как ни странно этой тмпшки в принципе обнаружено не было хотя она известна по базам как мы видим подавляющему большинству вендоров сигнатурно но она не определяет что само по себе странно я вновь призываю вас быть бедительными использовать антивирусное ПО с обновленными программными модулями с обновленными базами обновлять систему обязательно потому что тот же самый карберп может распространяться вместе с эксплоитом и распространялся он с набором эксплоитов Black Hole соответственно незакрытая уязвимость может стать причиной проникновения к вам в том числе и этого вредоноса а то из чего похуже ну а последствия не заставить себя долго ждать если вы не будете следовать тем рекомендациям про которые я вам говорил обновлять систему прикладную ПО использовать защитное ПО его тоже обновлять ну и быть осторожными разумеется и вот такой интересный факт Zeman Antimalware вообще определяет его как ZEVS хотя это на самом деле конечно не ZEVS а только лишь его последователь будьте внимательны смотрите на то что у вас запущено потому что не все так бывает прозрачно и просто что можно вот так заметить на поверхности я благодарю всех кто посмотрел ставьте ваши оценки пишите отзывы и будьте в безопасности с вами был XSYS субтитры субтитры и субтитры